Наконец-то она прервала долгое молчание. Ваенга не стала скрывать, что думает о Путине и Пугачевой. Оценили такое не все. Но давайте обо всем по порядку. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях. А также, если вы согласны с Еленой Ваенгой, ставьте лайк на это видео. Посмотрим, сколько нас. А мы продолжаем. Певица Елена Ваенга рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после начала СВО и как складывались ее отношения с коллегами по сцене. К удивлению, эстрадная певица оказалась одной из немногих, кто, невзирая на сложную политическую обстановку, не побоялся высказать свое мнение на всю Россию. С начала 2022 года певица Елена Ваенга исчезла с телевизионных экранов и прекратила давать концерты. Однако позже она согласилась стать наставницей в шоу «Голос 60+,» и ее подопечная стала победительницей. Если сейчас кто-то из представителей шоу-бизнеса пропадает из поля зрения публики, то сразу начинается подозрение, а не предал ли он родину. Но на радость многим Елена прервала обет молчания и высказала все то, что думает о сложившейся ситуации. Журналисты многократно просили Ваенгу прокомментировать происходящее, но она лишь отвечала «Сейчас буду молчать», как и молчала 8 лет. Позднее артистка постепенно возобновила свою концертную деятельность, но иногда ей приходилось откладывать выступления из-за проблем со здоровьем. Как сообщали приближенные к артистке, она страдала от ларингита. Обет молчания Ваенга нарушила, когда появилась на интервью у скандально известной Ксении Собчак. Елена признавалась, что поддерживает президента Владимира Путина и считает, что он поступает правильно. Кроме того, артистка заявила, что знает Путина лично и даже молится за его благополучие. Владимира Зеленского Ваенга тоже знает лично и, по ее словам, в далеком прошлом он был добрым и отзывчивым человеком. Они познакомились на корпоративе в Греции и хотя отзывы Елены о президенте Украины были положительными, она отметила, что лучше бы он продолжил заниматься актерством, а не поддался в большую политику. Полагает, что руководить страной дано не каждому. Елена хорошо знакома и с Аллой Борисовной, которая, невзирая на свой успех и талант, похоронила свой авторитет после громких высказываний о фанатах. Но когда она сказала, были холопами, стали рабами, тогда уж сильно все обиделись. Я тоже приняла это на свой счет, потому что я люблю президента, мне нравится президент, поэтому я, наверное, плохая, с досадой сказала Елена, добавив, что она точно не будет стоять в рядах тех людей, которые поливают грязью родную Россию. А в 2022 году, когда у Вайенги началось зарубежное турне, активизировались украинские патриоты. Узнав, что в мае должен состояться большой концерт в Израиле, они закатили истерику, требуя отмены мероприятия. К слову, против выступали украинцы, находящиеся не на самой Украине, а подальше от линии фронта. Концерт, как и ожидалось, отменили, но Елена не стала унывать, а лишь отшутилась и продолжила жить дальше. На этом все, уважаемые зрители. Если вы также согласны с мнением, Елены Вайенги, ставьте лайк на это видео и пишите свое мнение в комментариях. До скорой встречи!